Добрый вечер! Время новостей на Первом в Молдове в студии Дина Руснак и коротко о главных темах дня. Горячий скандал с платежками за тепло. В этом месяце было не сильно холодно, а цены очень большие. Непомерные суммы в счетах за отопление за январь вызвали недоумение жителей столицы и депутатов. А поставщик тепла стоит на своем. Виновата погода. Напоим, накормим, но спать не уложим. Одна из наших гостиниц способна вместить в себя группу из 35 человек. А уже если эта группа больше, то их приходится размещать в разных гостиницах. Особенности национального гостеприимства. Туроператоры жалуются на нехватку отелей в районах. А нам все равно. Позитивное мышление, интенсивное лечение. Жертв коронавируса все больше, страха перед ним все меньше. Зимы как таковой не было, газ не дорожал, а счета за тепло в январе пришли такие, словно жители столицы отчаянно боролись с трескучими морозами. Чтобы разобраться с предъявленными термоэлектрикой к оплате суммами, многим пришлось буквально выворачивать карманы. Астрономические цифры вызвали волну возмущения, но объяснения поставщика тепла лишь подлили масла в огонь. Предприятие совершенно серьезно возложило вину за высокое потребление калорий на суровые климатические условия и особенности календарного отчета. Депутаты-социалисты, которые наряду со всеми тоже получили платежки, потребовали, чтобы правительство присмотрелось к деятельности монополиста. Уже несколько лет термоэлектрика регистрирует сверхсупердоходы, а потребители – суперубытки. Резонный вопрос. Как так? Суммы в платежах словно взяты с потолка, говорят депутаты. И не менее подозрительны результаты деятельности термоэлектрики, у которой в прошлом году, откуда ни возьмись, взялся сверхдоход. Откуда и что там за особенности в тарифной политике появились у предприятия? Законотворцы просят выяснить правительство. А в термоэлектрике гнут свою линию. Сумму в платежах, по их версии, выше, потому что период расчета был на несколько дней больше. Кроме того, чиновники предприятия уверены – январь был очень холодным. А вот молдавские синоптики, как и их коллеги по всему миру, разницу видят. Средняя температура воздуха в январе 2020 года была выше средней же температуры в январе 2019-го на 4 градуса. На январе до минус температура медиалунара аэрлой, а фосморедикат в ацидеволорной норме к граду. От счетов, полученных за тепло в аномально тёплом январе, жители столицы бросало в жар. Указанные в платёжках суммы были выше их понимания. Совершенно не устраивает. Почему? Потому что в этот месяц было не сильно холодно, а цены очень большие. За этот месяц пришла платёжка на 1700 лей. Квартира двухкомнатная, не сильно большая, но всё равно было прохладно. То есть в прошлом году были такие же цены. Было холоднее, но было немножко теплее в комнате. 1300 что-то такое. И почему вас не устраивает эта цена? Я считаю, что это слишком много. Потому что у меня зарплата немножко поменьше. Меня не устраивает, но это меня, как говорится, обворовывает с другой стороны. Счета за отопление стали главной темой, обсуждаемой в соцсетях, на форумах и в прессе. С эляви всем и повязаны трубами центрального отопления. И не хотелось бы, чтобы ещё и долговыми цепями. Ряд экспертов прямо называют скандальное явление диверсии. Их мнение – люди Плохотнюка, посаженные в своё время на тёплое местечко, пытаются таким образом дестабилизировать обстановку. И сыграть на чувствах людей, восстановив их против правительства. И, конечно же, Игоря Дадона, чтобы помешать ему выиграть президентские выборы. Ситуация, по мнению экспертов, просто подарок для его конкурента Майи Санду, при которой, напоминают они, в бытность её премьером. На ключевые посты стратегических предприятий тоже назначались свои люди. Якобы для улучшения менеджмента общественной собственности. В те времена министр экономики Вадим Брынзан писал о том, что цели у этих назначений самые, что ни на есть благородные – как минимум снизить тарифы благодаря эффективному управлению знающих людей. Но едва сторонники Санду стали у руля, подскочили тарифы на электроэнергию и чудом удержались на уровне цены на газ для конечных потребителей. Как следует из документов о переговорах с МВФ, Кабмин Санду и не думал оспаривать требования международных доноров его поднять. Сейчас тариф на отопление составляет 1122 лея за гигакалорию. Он был установлен в марте 2017 года. В Дубосарах откроют филиал Бельской свободной экономической зоны, где нужны будут тысячи рабочих рук. При трудоустройстве приоритет отдадут именно жителям окрестных сел. Поделился с населением обнадеживающий новостью президент Игорь Дадон. Он приехал в район, чтобы поговорить с людьми, посетил детсад в Дородском, пообещав финансово поддержать проекты по расширению детских дошкольных учреждений и, конечно же, лично обошел площадку, на которой планируется возвести новый промышленный объект. Промзону, которая будет относиться к Бельской свободной экономической зоне и инфраструктуру вокруг нее с помощью инвесторов, приведут в полный порядок для приема резидентов. «Лед тронулся», признают ответственные. Несколько подрядчиков уже вызвались обустраивать будущий промпарк. Президента ждали и самые маленькие граждане, воспитанники сада Яслей в селе Дородское. Учреждение на 115 мест работает с 1968 года. Сейчас его посещают около 150 детей. Руководство говорит, что в последние годы здание удалось привести в приличный вид. Крышу заменили, группы отремонтировали, а кухню оснастили всей необходимой техникой. В заведении даже есть солнечные батареи, чтобы обеспечивать сад горячей водой круглый год. Руководство говорит, что в саду, Глава государства пообещал также помощь от фонда «Первая леди» Дин Суфлет. Игорь Дадон также посетил место постройки многофункционального спорткомплекса. Он – часть национальной программы восстановления спортивной инфраструктуры в населенных пунктах страны. Проект инициирован мэрией села Дородское и включает искусственное поле для мини-футбола, общую баскетбольную и волейбольную площадку, фитнес-аппараты и детские игровые площадки. Премьер Иоанн Кику посетил сегодня Сан-Джирейский район, где пообщался с местными мэрами. Глава Кабмина обсудил с ними инфраструктурные проекты и попросил их максимального участия. Избранники говорят, что дела сдвинулись с места и надеются, что жизнь людей улучшится. После теплой встречи пришло время работы. Премьер обсудил с примарами Сан-Джирейского района крупные проекты, которые были запущены нынешним правительством. Глава исполнительной власти заверил, средства на их реализацию есть в бюджете. Иоанн Кику рассказал местным властям, что весной начнется капитальный ремонт дорог Саретены-Бельцы и Бельцы-Крива. Впрочем, как и других трасс национального и местного значения. Глава Кабмина коснулся также тем уличного освещения, сети водоснабжения и канализации, и проблемы несанкционированных свалок. Он рассказал о продвигаемом правительством проекте для сбора и переработки твердых отходов на сумму в 100 миллионов леев, выделенных внешними партнерами страны. Примары, в свою очередь, подчеркнули, что рады такому тесному сотрудничеству с правительством, и они уже приступили к реализации некоторых проектов в своих населенных пунктах. Глава Кабмина коснулась. Глава Кабмина коснулась. Во время визита в Санжирейский район премьер-министр также посетил компанию по производству питьевой воды, которая начала поставлять свою продукцию на зарубежные рынки. Ион Кику также побывал в селе Беличений Век, которое является лидером в реализации местных проектов развития. Здесь уже решили проблему отходов, уличного освещения и дорог. Примар только попросил оказать содействие в строительстве сети водоснабжения. Ион Кику заверил, что все пожелания примаров будут рассмотрены и решены правительством. Разрушил дорогу, пообещав восстановить ее в лучшем виде, и забыл. Жители села Максимовка жалуются на соседа, который больше двух лет назад разобрал участок подъездного пути, а позже уложил асфальт только у своего дома. Один из жителей села Максимовка Новоаненского района решил построить около 600 метров новой дороги вблизи своего дома, пообещав соседям новую комфортную и уютную трассу. В итоге остроил всего лишь 200, и еще больше 400 остается без присмотра перекопанными и перерытыми. Не могут ходить даже дети, не говоря уже о стариках с палочками. Эта история началась в 2018-м, когда житель села Максимовка построил дом на одной из улиц. Тогда, спросив разрешение у соседей, владелец пригнал группу работников, демонтировал старую дорогу и начал укладывать новый асфальт. Но спустя какое-то время работы прекратились. Покрытие было проложено только к четырем домам. Деньги, говорит, закончились. Потом, благодаря вот этим двум гражданам, которые хотели якобы хорошее дело сделать, да, расширить немножко дорогу, все уничтожили. Вот уже второй год, выходим, не заехать машиной во двор, не выехать и погрязи. Не дети могут ни с колясками, ни без коляск. Ну, вообще нехорошо получается. Два года назад, что будет, до Пасхи будет асфальт. Пасха прошла, асфальта нет. До храма сделаем. Храм прошел 21 декабря, то есть сентября нет. Ну, до Нового года, говорит, обязательно. Он пришел и сказал, что ему вот обещали, что дадут деньги, и вот часть он сделал, а сюда ему дальше деньги не дали, и все, на это закончил. И сказал, что сделает копию мульт, когда у него деньги будут. Жители села говорят, что мужчина заверял их, что оплатит все ремонтные работы. Утверждал, что подсобить ему должно тогдашнее правительство. А разрешение на демонтаж получил у действующего на тот момент примара Василия Рожки. Из документов сейчас в примарии нашли только расписку с обещанием провести ремонт дороги. Кто прав, кто виноват, из личного опыта судят сельчане. Бывшего примара. Потому что бывший примар дал добро на разрушение дороги. Раньше здесь асфальт был 18-20 сантиметров. Ну, в те времена такие. Сейчас вот люди спотыкаются, обувь рвут. Вращение в прокуратуру. Прокурор сюда приезжал вместе с представителем Кариулянских дорог. Они посчитали. И они вышли на ту сумму, смета. Миллион пятьсот тысяч лей причинено убытка. Шестьсот два метра не сделано дороги. На миллион пятьсот тысяч нужно заплатить. Надо, чтобы сделали эту дорогу. В селе Максимовка на данный момент зарегистрировано 1800 жителей. Четыреста человек проживает на той самой улице. Столкнувшись с этой ситуацией и обойдя все инстанции, местные власти села разводят руками. Как решить проблему, не знают. Новое правило субсидирования производителей сельскохозяйственной и животноводческой продукции. Осенью наши фермеры получат субвенции в соответствии с новым законодательством. Так, Минсельхоз и агентства по интервенциям и платежам увеличили возрастной предел для земледельцев, которые смогут брать деньги в аванс с 35 до 40 лет. Последние данные и статистики показали, что принципы субсидирования установленные в 2016 не принесли ожидаемых результатов. Многие фермеры, особенно молодые, так и не смогли получить доступ к средствам для развития своего бизнеса. В то же время, чтобы стимулировать развитие животноводческого сектора, предложены выплачивать деньги за голову животного. Они исходят из инвестиций вложенных в бизнес. Изменения в законе были необходимы, объясняют власти. В некоторых секторах, в последние годы наблюдается постоянный спад. Фермеры говорят, что изменение правил субсидирования позволит им инвестировать гораздо больше в развитие своего бизнеса. Такого же мнения придерживается и Виктор Колин, управляющий фермой в селе Харышты Еловенского района. В прошлом году он приобрёл 300 животных и немного сельхозтехники. Если бы государство дало деньги на голову скота, то фермер мог бы получить субсидии на всех коров. А так он смог возместить расходы на покупку только 130 животных, так как достиг потолка в 5 миллионов леев, которые могут предоставить в год. Что касается установления выплаты за каждое животное, фермер отметил, что здесь необходимо учесть ряд аспектов. В стране насчитывается около 80 молочных ферм. Количество животных сократилось в прошлом году на 14% по сравнению с 2018 и достигло 97 200 голов. В результате значительно снизилось и производство молока с 412 тысяч тонн в 2018 до 367 тысяч в прошлом году. Фонд финансирования молодых предпринимателей пополнили в этом году на 100 миллионов леев. В рамках программы облегчения и кредитования молодежи начинающие бизнесмены смогут получить низкопроцентные суды. 11 банков страны предоставят их под максимальную ставку в 6,5%. Цель программы в первую очередь создание новых рабочих мест и стимулирование молодежи к занятию бизнесом на родине. С прошлого года, с момента ее запуска, 146 молодых предпринимателей получили кредиты по низкой процентной ставке на общую сумму около 95 миллионов леев. Большинство бизнесменов – фермеры, которые вложили деньги в покупку сельхозтехники, оборудование для ирригационных систем, минеральных удобрений, обустройство теплиц и подключение к электросетям и водопроводу. Участвовать в программе могут лица от 18 до 35 лет. Максимальная сумма кредита – 1,5 миллиона леев. В муниципе Кишиневе появятся новые индустриальные парки и свободные экономические зоны. Одну из них обустроят на площади в 70 гектаров, и там смогут работать до 10 тысяч человек. Меры по развитию бизнеса озвучили представители столичной мэрии и торгово-промышленной палаты, которые подписали соглашение о сотрудничестве. Столичная мэрия и торгово-промышленная палаты намерены помочь деловой среде в столице и создать для нее честную конкурентную среду. Аккумарам еще и какие-то инициативи легатые для строения паркурурного индустриала в муниципе Кишиневе. Сумеем в инкубатуре, в инкубатуре, в инкубатуре, в инкубатуре, в инкубатуре, в инкубатуре. И мы можем сказать, что в этом счет еще раз, мы должны граждаться с 3-4 лет, в инкубатуре, в инкубатуре, в инкубатуре, в инкубатуре. Торгово-промышленная палата неоднократно предлагала подписать соглашение бывшим руководителям столичной мэрии. Но ответа так и не получили, несмотря на то, что подобные документы были подписаны почти со всеми районами страны. Заставим, чтобы быть политическим, чтобы создать аквариумы. И как больше трех компаний, больше продавцов на бюджет будет. И эта часть, которая основная. У нас 65% из всех аквариумов в регистрацию, а именно в Кишина. Это означает, что, в основном, мы должны уходить, чтобы мы делать условия, чтобы мы организм, чтобы мы активизм в ходу и в течение права. Начиная составляет, по-другому. Время. Торгово-промышленная палата организует тренинги для городских чиновников по направлениям деятельности. Один из них коснется подготовки специалистов для проведения аудиты в энергетическом секторе. Учебные программы будут представлены уже на следующей неделе. В общем плане действий, которые предстоит разработать, столичные власти обещают оказать содействие в получении второго образования молодыми людьми, а также применить механизмы, чтобы начинающие специалисты могли найти работу в различных столичных компаниях. В столице стартовала 25-я юбилейная выставка туризма и гостиничного хозяйства. В этом году экспозиция проходит под лозунгом «Исследуй Молдову, исследуй весь мир». Большую часть павильона занимают представители разных районов республики, демонстрируют, чем богаты, рассказывают, кому рады и что могут предложить. А еще активно обмениваются опытом и делятся на болевшим. По изделиям народного промысла можно изучать и географию, и культуру, и историю. Тканные ковры, глиняные изделия, резьба по дереву, вышивка, наряды – узоры, присущие только определенным регионам. Больше всего народа у стенда Гагаузии. Юг пользуется популярностью у иностранных туристов. Регион ежегодно принимает до 30 тысяч гостей из десятков стран мира. Одна беда – ночевать им негде. «Одна из наших гостиниц способна вместить в себя группу из 35 человек. А уже если эта группа больше, то их приходится размещать в разных гостиницах. Большинство групп, которые большие, это мы говорим 47 и выше, и больше. В основном получается, что из-за того, что неудобно их раскидывать в разные гостиницы, им удобнее располагать туристов в Кишинёве». От Кишинёва до Камрата больше 100 километров. Неудобно. Так что туристов в регионе было бы в разы больше, если можно было бы предоставить им ночлег, уверены представители туротрасли не только Гагаузии, но и других районов. Одному только прославленному мастеру Василию Гончаров в мастерскую в Хаджинештах в год приезжает столько же гостей, сколько в Гагаузию. Село живописное, рядом монастыри, есть что показать. Да только всё та же проблема – размещение на ночь. «Нет полностью таких комплексных сервисов, как в других местах, которые у нас дневной туризм. Но в перспективе, даже мы в этом году хотим ещё хотя бы 50 мест как-нибудь организовать, потому что были туристы на 3-4 дня». А вот в 200 километрах от Кишинёва туристам есть где остановиться. В Рыжканском районе есть прекрасный агропансионат, правда, места в нём ограничены. Большой компанией не отдохнёшь. «Выщая руководство страны намерена развивать туротрасль и вплотную занимается решением всех имеющихся в данной сфере проблем. Данный законопроект – часть плана Министерства экономики и инфраструктуры по развитию туризма на 2020-30 годы. Стратегия будет представлена общественности в мае текущего года. Между тем, выставка туризма и гостиничного хозяйства продлится до 16 февраля». В Кишинёв прибыли именитые эксперты в области городского развития и проектирования из Санкт-Петербурга. Как и договорился во время визита в российскую северную столицу с её мэром Ион Чебан, специалисты примут участие в проектах по модернизации Кишинёва. Первым делом сотрудники муниципальных управлений представят гостям фронт работ. Специалисты предпочитают знакомиться с задачей на местах. «Разбольность у нас была в проектах по модернизации и гостям фронт работ. Простых решений нет, утверждает столичный градоначальник. Но он уверен, что дело тронется с мертвой точки благодаря опыту приглашенных экспертов. По его словам, сейчас в процессе около 250 проектов в разных сферах, в том числе в области архитектуры, модернизации центрального рынка, автовокзалов, парковок и общественного транспорта. Торговцев цветами проверяет налоговая служба. С сегодняшнего дня по 15 февраля в связи с повышенным спросом на букеты в столице проходят рейды на цветочных базарах. В этот период сотрудник налоговой службы под видом обычного покупателя может прийти и удостовериться, что купля-продажа идет по правилам. Совершив контрольную закупку, он будет ждать заветного чека. По данным государственной налоговой службы, в период праздников спрос на цветы растет. Так же, как и нарушения. Недобросовестные продавцы могут не выдать чек, чтобы избежать уплаты налогов в госбюджет. Сотрудники службы надеются, что проверки не омрачат праздник, а нарушений будет как можно меньше. Утаив малое, можно получить больший ущерб. Чтобы избежать неприятной ситуации и не способствовать пополнению карманов недобросовестных продавцов, при покупке букета требуйте чек. В прошлом году, 13, 14 и 15 февраля, только в столице было продано цветов почти на 2 миллиона леев. А объем поставок вырос на 263% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Даже в современных медучреждениях страны не хватает квалифицированных специалистов, несмотря на улучшенные условия труда и оснащение новейшим оборудованием. Это относится и к Теленежской райбольнице. Ее глава Алексей Бивол говорит, что 40% рабочих мест пустуют. Молодые специалисты, которые устраиваются по окончании вуза по распределению Минздрава, остаются там только на время, предусмотренное в регламенте, так как не могут найти жилье в регионе. Министр здравоохранения Виорика Думбровяну посетила лечебницу, чтобы из первоисточника узнать о проблемах. В прошлом году больница наняла двух молодых специалистов – кардиолога и травматолога. Они думают уйти с работы, как только истечёт срок, установленный в соответствии с распределениями Минздрава, потому что учреждение не может обеспечить их жильём, а ежемесячные расходы на аренду и коммунальные услуги слишком высоки по сравнению с зарплатой. В ходе обсуждений администрация больницы говорила и о проблеме оплаты труда, из-за чего специалисты не идут работать. Министр здравоохранения Виорика Думбровя от всех этих проблем больше всего страдают граждане. Министр здравоохранения Виорика Думбровя Виорика, приняла к сведению упомянутые проблемы и уточнила, что сделает всё возможное, чтобы помочь. Сотрудники Теленежской больницы попросили также предоставить пособия врачам, которые приезжают издалека, или транспорт для их перевозки. Кроме того, медики уточнили, что учреждению нужен юрист, которого не могут нанять из-за отсутствия денег в бюджете лечебницы. Сюрприз для многодетной семьи из села Вережены Теленежского района. К ним в гости заглянула министр здравоохранения Виорика Думбровяну. Визит был далеко не случайным. На выходных четверо малышей-близнецов отметят день рождения. Двум девочкам и двум мальчикам исполнится по шесть лет. В семье, где четверо детей родились в один день, расходы слишком высоки. Поэтому малыши подарки получают редко. Министра пришла не с пустыми руками, что очень обрадовало деток. В знак благодарности они устроили для нее небольшое выступление. Дома с детьми был только папа. У мужчины проблемы со здоровьем, поэтому он занимается детьми. Работает только мама малышей, из-за чего семья едва сводит концы с концами. Виорика Думбровяну пообещала им оказать поддержку. Замзаконом было установлено, что не только женщины, но и многодетные мужчины имеют право на бесплатное медицинское страхование. В то же время родителям этой категории гарантируется право на социальную помощь и защиту. Бывший в Рио главы Когольской прокуратуры предстанет перед судом за вмешательство в процесс уголовного преследования и правосудие, а также за привлечение к уголовной ответственности невиновного. Бывшего гособвинителя задержали три месяца назад в ходе уголовного дела, возбужденного на основании журналистских расследований и информации, представленной службой информации безопасности. Об этом и других новостях в нашем кратком обзоре. По данным правоохранителей, в течение 2015 года обвиняемый распорядился привлечь к уголовной ответственности начальника службы главного инспектората полиции, который отказался прекратить административную процедуру в отношении АЗС в городе Кантемире. В итоге последнему было предъявлено обвинение в превышении своих полномочий. В январе 2016-го дело, касающееся полицейского, было направлено в суд. Правда, впоследствии он был оправдан национальными судами всех уровней. Бывший прокурор также обвиняется во вмешательстве в уголовное преследование и правосудие в двух других уголовных делах. Однако вину свою он не признает. По требованию генпрокурора, Высший совет прокуроров принял решение о временном отстранении его от должности до принятия окончательного решения по делу. Сейчас обвиняемый находится под следствием на свободе. Ему запрещено покидать город. В случае признания вины ему грозит до пяти лет тюрьмы. В Дрезденском окружном суде началось слушание дела о мошенничестве в особо крупных размерах, главным обвиняемым по которому проходит наш соотечественник. 36-летний мужчина был арестован при участии саксонских следователей в своем частном доме на Кипре и доставлен в Дрезден в середине 2018-го. Он возглавлял международную преступную группировку с середины 2014-го года, в состав которой входили 200 человек. Мошенники воровали данные кредитных карт и указывали их при оплате дорогостоящих товаров в интернете. Затем товары перепродавали в различных странах, в частности в Румынии. Мошенники сделали почти 26 тысяч заказов на сумму около 12,5 миллионов евро. Процесс, видимо, затянется. Так только обвинения зачитывали на протяжении 7 часов. Столичная полиция просит о помощи. Разыскиваются трое молодых людей, которые наладили нелегальную схему по сдаче в аренду чужого жилья. Подозреваемые снимали квартиры на один или два дня, затем представлялись их владельцами и сдавали в аренду на более длительный срок. При этом они требовали у жильцов оплату за первый и последний месяц. Получив деньги, исчезали, а жертвы оставались без средств и жилья. Правоохранителям стало известно о 15 таких случаях в Кишиневе. Они обратились к гражданам, которые узнали предприимчивых людей на фотографиях, и попросили предоставить информацию о том, где они могут находиться, позвонив на номер 112. Конфиденциальность источников информации гарантируется. Подозреваемым грозит до трех лет тюрьмы из-за мошенничества. Столичная компания попалась на продажу по черному топливу водителям маршруток и автобусов в Кишиневе. За литр топлива платили около 16 леев наличными. Чеки не выдавались. Между тем, в кассовом аппарате фирмы были обнаружены незаявленные деньги. Более того, проверка колонок показала, что потребителей вводили в заблуждение при разливе нефтепродуктов. Оборудование опечатали. Ведется следствие. Сотрудники таможенной службы предотвратили попытку незаконного вывоза из страны более 10 тысяч незадекларированных сигарет с акцизными марками нашей страны. Кабачные изделия обнаружили в личном багаже 53-летнего пассажира, который намеревался вылететь в Лондон. По предварительной информации, он планировал продать товар на черном рынке. Сигареты были конфискованы. Мужчине грозит штраф в размере до 4,5 тысяч леев. Забросал обидчиков салом. Уроженец Флорежского района, обозлившись на жизнь, решил отомстить компании, отказавшейся продать ему мобильный телефон в кредит. Мужчина подошел к стойке, тщательно выбрал из пакета брусок, завернутый в фольгу, и забросил вглубь помещения, после чего спешно скрылся. Перепуганные сотрудники вызвали полицию, те и определили, что орудием террориста стал кусок свинины. Через несколько дней и самого хулигана нашли. ЧП произошло в субботу в одном из филиалов оператора мобильной связи на Рыжкановке. Там же располагается и организация по небанковским кредитам, где 36-летний мужчина уже числился должником. Именно поэтому ему и отказали в новом займе на покупку телефона. Я хотел взять телефон в кредит, и мне его не дали. И для того, чтобы как, у меня были заплатить за квартиру, заплатить за жилье, вернуть кредит, часть кредита, чтобы не капало пеня, вот проценты, чтобы не капали, мне тоже отказали. Месть была страшна. Мужчина завернул сало в фольгу, обмотал скотчем и забросил в помещение. На вызов прибыли сапёры генинспектората полиции, они и выяснили, что террорист из парня слабенький. Правда, отомстить всё же удалось. Оба филиала были вынуждены приостановить свою деятельность. Отвечать мужчине придётся по статье хулиганства. Ему грозит штраф до полутора тысяч леев или до 60 часов труда в пользу общества. Взрослый, говорящий на языке детей. Григорию Вееру исполнилось бы сегодня 85 лет. Наверное, у каждого из нас была книга его стихов. Немного наивных, но так точно отражающих настроение и яркий мир вокруг нас. Его сборники переведены на десятки языков мира, в том числе на русский. И все издания расходились огромными тиражами. Оказывается, и нынешнее поколение чада космических технологий, планшетов и глобальных сетей с удовольствием читают его стихи. Память поэта почтили в Национальной библиотеке. Там же проходит выставка, где представлено 150 его личных документов, рукописей, фотографий, которые иллюстрируют жизнь и творчество самого читаемого современного поэта. Первые детские стихи поэт написал еще студентам в 22 года. Мотивы наиболее часто упоминаемые в его стихах – мама, родина, язык и родительский дом. Архив творчества и другие уникальные вещи представлены на выставке в Национальной библиотеке, которая будет доступна посетителям до конца марта. Мы работаем в этой экспозиции, чтобы в этой экспозиции начать опера поэты, в специале, карты, которые были в начале 1957-1958, карты, которые уже стали рары и, конечно, не будут больше в дальней библиотеке. В этой экспозиции в этой экспозиции существуют и фотографии из семьи, которые были виноваты из семьи, из семьи, из семьи. В мероприятии участвовали и писатели, которые знали Григорий Вьеру не только как поэта, но и как человека. А вот, как выясы, к нам поздравляю, было очень вулканик. И сэрая сандара очень лепет, Супругу поэта многие называли «железная леди», ей приходилось твердой рукой вести быт семьи, обеспечивая супругу свободу и комфорт, необходимые для творчества. Дети почтили память поэта стихами. Григорий Вегеру родился 14 февраля 1935 года в селе Перерыто нынешнего Бричанского района и скончался 18 января 2009 года в результате тяжелого ДТП. Он возвращался из Кагула, где участвовал в концерте, посвященном Михае Менеску. Григорий Вегера Таким был четверг. О событиях пятницы расскажем завтра, как всегда, в 12, 15, 18 и 21 час. Тогда и увидимся. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова